Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшнего занятия Массивы по плану рассмотрим Следующие вопросы Коллекции, списки, итераторы Для работы с коллекциями разработчики из Java создали специальный Collection Framework Так вся система Collection Framework может быть разделена на три составляющих Набор базовых интерфейсов для нескольких типов коллекции Набор классов для реализации базовых интерфейсов с разными потребительскими характеристиками Набор алгоритмов для работы с коллекциями Java Local Collection Основной интерфейс, который описывает базовые методы, которыми должна обладать любая коллекция То есть, если какой-то класс претендует на звание коллекции, он должен реализовать те методы, которые описаны в этом интерфейсе Java Tool List Интерфейс для операции с коллекцией который является списком Список обладает следующими важными признаками Список может включать одинаковые элементы Элементы списка хранятся в том порядке в котором они туда помещались Самопроизвольное перемещение элементов не в нее происходит только с вашего ведома Например, вы можете добавить элементы на какую-то позицию и тогда произойдет сдвиг других элементов Можно получить доступ к любому элементу по его порядку в номере, в индексе внутри списка То есть, если вам требуется, чтобы коллекция обладала такими свойствами выбирайте класс, который реализует Интерфейс Java Tool List Java Utilist Set Интерфейс для хранения множества В отличие от Java Util List этот интерфейс как раз не может иметь одинаковые элементы и порядок хранения элементов в множестве может меняться при добавлении, удалении, изменении элемента может возникнуть вопрос зачем такая коллекция нужна Это удобный случай, когда вы создаете набор уникальных элементов из какой-то группы элементов Java Util Sorted Set Это наследие интерфейса Java Util Set и его дополнительным функционалом является автоматическое выстраивание элементов внутри множества по порядку Java Util Sorted Set Интерфейс предлагает работать с коллекцией как с очереди то есть коллекция имеет метод для добавления элементов в один конец и метод для получения элемента в другого конца то есть в настоящая очередь по принципу FIFA first in, first out если первым пришел то первым не уйдешь для широкого круга задач такая конструкция работы с коллекцией бывает достаточно удобной структурой Java Util Map очень удобная конструкция которая хранит данные в виде списка значений в виде пары ключ-значения это очень востребованная форма в которой вы получаете доступ к назначению в коллекции по ключу например, доступ к данным пользователя на сайте может быть осуществлен по логину самих данных может быть достаточно много но для поиска можно использовать очень короткую строку ключ в Java получили широкое использование collection умные массивы с динамическими изменениями изменяемой длиной поддерживающий ряд важных пополнительных операций по сравнению с массивами базовыми для иерархии коллекции является класс Java Util в общем случае коллекция не обязана быть потомком abstract collection он может являться любым классом реализующим интерфейс collection основные классы интерфейсы коллекции interface set sorted классы hash set tree set anim set linked hash set множество интерфейс java loop list классы java avatelis array linked list вектор списки интерфейс sorted map классы hash map hash table concurrently hash map tree map properties таблицы доступ к элементам коллекции в общем случае не можно осуществлять по индексу так как не все коллекции поддерживают индексацию элементов эту функцию осуществляется с помощью специального объекта итератора у каждой коллекции имеется свой итератор который умеет с ней работать поэтому итератор вводит следующий образ итератор iter.collection.iterator у итераторов имеются следующие три метода boolean has next дает информацию имеет ли имеется ли в коллекции следующий объект object next возвращает ссылку на следующий объект коллекции boolean remove удаляет из коллекции текущий объект то есть ссылка на который была получена последним вызовом next основные методы коллекции boolean add значит добавление объекта в коллекцию возвращает в случае успешного добавления изменения коллекции коллекция может не позволять добавление элементов из совместимого типа или не подходящего к другому признаку boolean add all добавление в коллекцию всех объектов из другой коллекции возвращает true в случае успешного добавления то есть если добавлен хотя бы один элемент void clear очистка коллекции удаление из нее ссылок на все входящие в коллекцию объекты при этом те объекты на которые имеются ссылки у других элементов программы не удаляются из памяти boolean contains возвращает true в случае если коллекция содержит объект object проверка осуществляется с помощью поочередного вызова object equals для элементов ее входящих в коллекцию следующий метод boolean contains all возвращает true в случае если коллекция содержит все элементы коллекции c следующий метод boolean из empathy возвращает в случае если коллекция пуста то есть не содержит ни одного элемента итератор итератор возвращает ссылку на итератор объект позволяющий получать поочередной доступ к элементам коллекции для одной коллекции разрешается иметь произвольное число объект итератор в том числе разных типов в процессе работы они могут указывать на разные элементы коллекции после создания итератор всегда указывает на начало коллекции вызов его метода next дает ссылку на начальный элемент коллекции boolean удаляет из коллекции первое встретившееся нахождение объекта поиск удаления осуществляется с помощью итератора возвращает true в случае если удаление удалось то есть если коллекция изменилась все элементы коллекции возвращает true в случае если удаление удалось то есть есть и есть ли коллекция изменилась. Следующий Boolean RetainAll оставляет в коллекции только те, из входящих в нее элементов, которые входят в коллекцию C. Incise – возвращает число элементов в коллекцию. ObjectToArray – возвращает массив ссылок на объект, содержащий в коллекции, то есть преобразует коллекцию в массив. Следующий метод – возвращает массив элементов типа T, полученных в результате преобразования элементов, содержащих в коллекции, то есть преобразует коллекцию в массив. Если число элементов в коллекции не превышает размер N массива A, размещение данных производится в существующих ячейках памяти, отведенных под массив. Если превышает N, в памяти динамически создается выполнять новый набор ячеев, их число делается равным числом коллекции, после чего переменная A начинает ссылаться на новый набор ячеев. Следующий метод – StringToString. Метод переопределен, он возвращает строку со списком элементов коллекции. В списке вводятся заключенные в квадратные скобки строковое представление элементов, разделеемые комбинации, запятую с пробелом после нею. Самыми распространенными вариантами коллекции являются списки. Они во многом похожи на массивы, но отличаются от массива тем, что в списке основными операциями является добавление и удаление элементов, а не доступ к элементам по индексу от массива. В классе List имеется метод для коллекции, а также для дополнительных методов. List.get – получение ссылки на элемент списка list по индексу i, List.index.obj. Получение индекса элемента obj в списке list возвращает единичку, если объект не найден. List.list.iteraтор – получение ссылки на итератор типа list.iteraтор. обладающего дополнительными методами по сравнению с итератором типа итератора. List.list.iteraтор – и тоже с позиционированным итератором на элемент с индексом i. List.remove – удаление списка элементов с индексом i. List.set.it.obj. Замена списка элементов с индексом i на объект obj. List.sublist.i1.i2 возвращает ссылку на подсписок, состоящий из элементов списка с индексом i1 до i2. Кроме них в классе List имеются другие полезные методы. Ряд полезных методов для работы с коллекциями содержится в классе Collection. Collection.add.all – добавление в коллекцию с произвольного числа элементов i1, i2 и т.д.en. Collection.frequency. Возвращает число в вхождение элементов уже в коллекцию c. Collection.reverse. Возвращает порядок следования элементов в списке list. Collection.sort – сортирует список в порядке возрастания элементов в сравнении с вызовом метода e.l.compare2.e2 для очередных элементов списка e1 и e2. Кроме них в классе Collection имеются и многие другие полезные методы. В классе Array имеется метод ArrayAsList. Возвращает ссылку на список элементов типа t, позволяющие все оболочкой над массивом t, a. При этом в массиве список содержат где-нибудь те же элементы, изменение элементов списка, приводят к изменению элементов массива и наоборот. Спасибо за внимание. Сегодня мы прошли по теме массивы, по коллекции, списке, итераторы и методы работы с ними. Спасибо за внимание.